Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Шкода Цейбназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. Трансграничные конфликты в районе Ворох Республики Таджикистан продолжаются уже пять лет. Конфликты на таджико-кыргызской границе сопровождались перекрытием автомобильных дорог, поджогами домов, массовыми драками. Пока переговоры представителей двух стран продолжаются и стороны никак не могут прийти к единому мнению, продолжают происходить и приграничные конфликты на спорных участках, в том числе с применением оружия. Тему продолжит Камария Ахрор. Протяженность границы между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет более 900 километров, из которых делимитировано всего 519. Спорные километры границы проходят через густонаселенные районы Сагдийской области Таджикистана. Нерешенность вопроса делимитации и демаркации рубежей отражается на качестве жизни населения приграничных территорий. Нагнетаемая межэтническая составляющая в этом году привела к перестрелкам. Так, конфликт 6 июля привел к гибели 18-летнего жителя села Чоркох Бобы Мерзо Мерзоева и ранению одного из пограничников. Случившееся тогда объяснили реакции киргизских военных на незаконное пересечение границы со стороны таджиков. Житель села Хаджаи Алоджа Муата Чоркох Комил Рахимов, который раньше занимал должность директора местной школы, рассказывает, что земля вокруг школы, где ученики прежде проходили практические уроки, сейчас находится в ведении киргизских пограничников. Территория на 24-й школе принадлежала нам, но киргизы недавно пришли и забрали эти земли. Киргизские пограничники сейчас на этой территории учат своих солдат стрелять и управлять танками. Раньше, в преддверии праздника Навруз, наши ученики выходили в поле и собирали там тюльпаны. Сейчас киргизы говорят, что это их территория и не пускают нас. Селение Чоркох является спорным участком границы, но инциденты здесь происходят достаточно часто. Абдусабури Абдувахоб, житель города Исфары, видит причины возникновения стычек именно в неопределенности линии государственной границы. В центре Исфары, если ехать в Джамуат-Вурух, то приходится четыре раза пересекать границу Кыргызстана. До сих пор вопрос о делимитации и демаркации госграницы между Таджикистаном и Кыргызстаном полностью не решен. По моим наблюдениям, каждый год жители Таджикистана сталкиваются со многими трудностями. Бесконечные разборки среди жителей этих приграничных районов в основном происходят из-за распределения воды и неопределенности линии госграницы. 25 июля текущего года произошел инцидент между жителями приграничного села Самунион города Исфары и села Кокташ Баткенской области. В ходе разбирательств жители начали закидывать друг друга камнями. Пострадали двое жителей Исфары. Очевидцы рассказывают, что инцидент начался с того, что жители села Самунион города Исфары решили отремонтировать водопроводные трубы, на что кыргызстанцы отреагировали весьма жестко, говорит председатель Джамата Чуркух города Исфары Бадриддин Шаропов. Кыргызы строят дорогу в районе сел Кумазор и Сомунион Джамата Чуркух Исфары. Две трубы, которые проходят в нашу сторону, находятся на балансе нашего района. Мы, как соседи, разрешили им построить дорогу. Для этого мы вырыли канаву и проложили трубу вдоль реки. Кыргызские пограничники с другими сотрудниками силовых структур пришли и сказали, что это их трубы. К тому же, без каких-либо оснований, взяли в заложники землеустроителя Джамата и держали его сутки. Сказали, пока мы не поставим на место трубы, они его не выпустят. Этот конфликт не закончился. 4 августа в ход пошло огнестрельное оружие и коктейли Молотова. Тогда 6 человек получили ранения. Двое из них в тяжелом состоянии были госпитализированы в местную больницу. За пару дней до инцидента командующий пограничными войсками Таджикистана Раджабали Рахмунали встречался с руководителем погрануправления Кыргызстана Раимберди Душенбиевым. Они пришли к соглашению, что в разрешении возникших пограничных вопросов между двумя сторонами не должно быть использовано оружие. Говорит Никматулу Мирсаидов, эксперт по пограничным вопросам. Кыргызская сторона односторонне относится к решению данного вопроса и хочет в этой непонятной ситуации с разделением госграницы решить вопрос в свою пользу. Таджикистан предпочел решить вопрос мирным путем. Это решение, к сожалению, не лучшим образом повлияло на жизнь местных жителей. Мы, конечно, понимаем, что сегодня для Таджикистана очень важно мирное отношение с соседними странами, в частности с Кыргызстаном, при том, что с Узбекистаном отношения наколены. Я думаю, этот вопрос надо еще раз решить на уровне глав двух государств. Независимый эксперт Бобуджон Икрумов считает, что в ситуации, когда жители обеих сторон чувствуют социальные и экономические трудности, вопрос о делимитации и демаркации границы должен быть решен на самом высоком уровне. Иначе это может привести к куда более масштабным конфликтам, даже межгосударственным. В Таджикистане и в Кыргызстане земельный вопрос, в том числе обеспечение жителей жильем, а также справедливое распределение воды на сегодняшний день являются острейшими вопросами. И если руководители в скором времени не вернутся к решению данного вопроса и не будут решать его с политической точки зрения, к сожалению, это может привести к межгосударственным конфликтам. После распада Советского Союза вопрос определения границы превратился в одну из важнейших проблем Центральной Азии, которая и по сей день не решена до конца. Районы Сагдийской области Таджикистана граничат с целым рядом районов Узбекистана и Кыргызстана. Здесь сплетение и смешение традиций, ведь много есть межнациональных семей. Сейчас быт и взаимоотношения людей, которые сложились годами, нарушены неопределенностью границ, что становятся причиной возникновения конфликтов между жителями и пограничниками приграничных стран. Репортаж подготовил Камари Ахрор, Сагдийская область. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-1011. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова поговорим с вами о том, что важно.